друзья всем привет всех приветствую на своем канале проект mercedes кочегар продолжается продолжаю колдовать над головкой как вы помните я в предыдущих сериях скинул голову с движка чтобы высверлить обломанный кусок свечи накала свечку я эту высверлил помучился но сделал решил эту проблему и сейчас вопрос стоит следующим образом что делать с головкой с выеденным алюминием от некачественной антифриза который в этой головке вот здесь вот образовался получился в процессе эксплуатации предыдущими людьми наверное можно тупо забыть про эту проблему поставить голову на движок и благополучно забыть об этом но я ребята все-таки заморочусь и головку приведу в человеческий должный образ как она должна быть сделаю все нормально вот для этого я сейчас ее буду полностью распаковывать снял уже выпускной коллектор и сейчас буду рассухаривать вытаскивать клапана все естественно будет замена после маслосъемных колпачков поставлю новые колпачки отдам ребятам на обварку заварку головки всей на фрезеровку головки и буду ставить уже нормальную рабочую хорошую голову на движок чтобы ну по крайней мере чтобы я сам ездил и был уверен в том что голова у меня нормально и с ней все в порядке что же давайте этой проблемой сейчас заморочимся а пока я сейчас буду распаковывать клапана рассухарю все и подготовлю всю головку для обварки всей головы и в последующем чтобы ее нормально фрезерную давайте посмотрим это этот процесс скинул коллектор здесь стоит металлопакет прокладки под коллектором гайки все хорошо открутились гайки медные принципе здесь как бы никаких проблем нет един столько что вот шпилечка от нас скрутилась вместе с гайкой все остальные шпильки целые резьба на них нормальные и они не обгоревшие не не подъеденные коррозии принципе нормально сам коллектор потом немного я тоже по плоскости точну чтобы места прилегания были в плоскости как положено потому что вот здесь я вижу по следам есть кое-какие короче уже деформации сам коллектор целый без трещин без ничего но навряд ли тут он не будет трещины потому что как бы это надежные коллектора они мало когда трескаются ты ситуация с головой вот такая как вы помните вот все в таком состоянии то есть до камеры сгорания вот до прохода охлаждающей жидкости в камеры сгорания совсем вот буквально чуть-чуть тут перешей чик там в четыре три пять миллиметров здесь тоже самое все выедено съедено здесь тоже самое здесь но в общем по всей водяной рубашки такая обстоит ситуация вот здесь вот уже видно да какое расстояние вот буквально четыре миллиметра оставалось чтобы охлаждайка уже пошла бы в цилиндре здесь такая ситуация в общем все в глубокой коррозии здесь 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 но везде в общем по всей голове сейчас ее переверну и начну рассухаривать вот на такой коврик кинул чтобы не поцарапать кстати коврик мой этот блин с одной из моих первых тачек машин это москвичевский ковер резиновый напольный москвич 412 это был у меня такой аппарат самый первый из всех автомобилей которыми я владел ковру этому сколько лет уже с 1991 года выпуска москвич я себе приобрел в девяносто седьмом году до 1997 году купил себе первый автомобиль москвич вот он этот ковер на память мне остался до сих пор служит мне верой и правдой резина советская не потрескалась не полопалась не высохла на солнце уже лежит посчитайте сколько лет с 90 ну скажем так грубо с 2000 года он валяется на улице ничего с ним не случается так ну ладно голове сейчас ее переворачиваю и рассухариваю так друзья сейчас распакуюся такой ключ у меня есть древний не знаю сколько лет он уже тысячи лет в обед но тем не менее он работает в принципе здесь распаковывать не составляет труда все легко надавил раскрыл вытащил пружины мягкие почему-то не знаю почему но мягкие никакого усилия нету имеют вот такую конструкцию юбочкой то есть нижняя часть широкая верхняя часть поуже тарелочка ну и сам клапанок вот такой нагар есть такая шуба шубу эту нужно счищать все удалять впоследствии не знаю вот юбочки смотреть как бы прогаров нету то есть юбка чистая ну потом впоследствии все детально еще раз просмотрю еще вытаскиваю колпачок сам прям вот так короче пассатижами сдернул принципе колпачки мягкие не задубевшие и тарелочку нижнюю вытащил такая тарелочка сразу ее обтер чтобы она без масла была посуши и 2 клапан точно также снимаю все чуть-чуть надавил некоторые усилия сухарики скинул пружину снял я не знаю не твердые пружины довольно мягкие сколько они работают килограмм усилия не знаю это практикует евгений травников у себя на канале он тестирует своим прибором сколько килограмм усилия та или иная пружина клапан тоже в нагаре юбочка вроде целая не прогоревшая но по крайней мере вот так на первый на первую вскидку на первый взгляд раковик я не вижу на юбочке ну опять таки все потом детально просмотрю после чистки также вытаскиваю колпачок пружины с клапанами с тарелочками все вместе я каждый клапан каждую пружинку каждую тарелочку пакую как она была все в сборе клапан пружинка тарелки запаковал вот так перевязал скотчем чтобы ничего не потерялось чтобы было все на своих местах как и работала я как бы не сторонник того чтобы снял раскидала потом с чего попало куда попало собрать как бы это не моё снял клапанок все собрал в кучу как у работала родной таки потом опять таки все и собрал поставил вот такая тарелочка ну и вот таким образом распаковываешь все клапана сейчас распакую все переверну посмотрю в каком состоянии стетла гнезда вот ну а потом отдам на фрезеровочку и значит на обварку всей водяной рубашки так ну и друзья хочу вам показать это были впускные клапаны сейчас посмотрим какие клапана на выпуске также легко распаковывается пружина тоже такого уже она формата конусная узкая верхняя широкая нижняя значит выпускной должен посушить клапан быть но так и есть да вот выпускной и у него юбочка но нет я не скажу что до таком же состоянии прогара нету на юбке вот эти черные точечки этот от сажи от нагара следы да вот такой клапан в принципе как бы удовлетворительное состояние может быть наверно пререзаться не придется так все то же самое получается что впускные и выпускные разницы такой нету давайте по диаметру посмотрим впускные больше немного диаметр тарелочки клапана выпускной чуть поменьше диаметром идет а а пружина но на вскидку пружины не знаю вроде одинаково но потом может быть для наглядности еще промерю штангеном посмотрю но так на вскидку вроде одинаковые пружины что пуск ты что выпускные а